Практическая психология Мне очень нравится такое высказывание. Если хочешь найти самого великого обманщика, то просто понаблюдай за своим мозгом. Ведь действительно, зачастую мы больше ожидаем обмана из нечем, от самого себя. А ведь от самообмана могут быть очень серьёзные последствия. И именно самообман зачастую разрушает нашу жизнь и замедляет достижение поставленных целей и полноценное развитие. Костя, почему же мы тогда себя обманываем? Какие причины? Прежде всего, у нас не хватает сил признаться себе в чём-то и начать нести за это ответственность. Ведь если снять розовые очки самообмана, то можно увидеть огромный объём работы, которую мы должны провести над собой и начать двигаться вперёд. Это можно назвать в какой-то степени заботой нашей психики о нас же самих. Ну, то есть, не боимся выйти из зоны комфорта? Создали себе такую иллюзию, что нам там хорошо, тепло, уютно, да? И если вдруг что-то пошло не по программе, то это ведь бесконечно страшно? Абсолютно согласен. Ведь зачастую правда бывает для нас очень болезненно и неприятно. Поэтому самообман, выполняя защитную функцию, позволяет формировать в нашем сознании определённую зону комфорта, находясь в которой мы чувствуем себя более-менее удобно. Костя, давайте мы с вами попробуем найти несколько форм есть самообмана. С какой же начнём? Я думаю, что самый популярный самообман – это желание изменить наш образ жизни. Так, это как? Ну, смотрите. Например, я начну правильно питаться, заниматься спортом, ложиться спать раньше, выучу английский язык, откажусь от вредных привычек. Да, это только прямо про меня иногда, знаете, бывает. Я начну свою жизнь со следующего понедельника, а ещё лучше вот после Нового года. Да, абсолютно верно. Сейчас вообще впереди Новый год, и начну с понедельника. Это вот когда мы слышим такую фразу самого себя, такое обещание начать с понедельника, сразу же знайте, что это самая настоящая лакмусовая бумажка, которая выступает таким знаком о том, что вот он, вот он самообман. То есть я ищу какие-то такие варианты, да, чтобы сама с собой договориться, но не делать сейчас то, что мне необходимо. Конечно, ведь кажется, что жизнь бесконечна, ну, подумая, что я там сегодня не буду учить, ну, месяц пройдёт, английский язык, например, второй месяц пройдёт, ну, спортом тоже начнут заниматься со следующего месяца. У меня даже абонемент уже, знаете, подарят, да, лежит, и я нахожу массу причин, чтобы не пойти на тренировку. И мы можем найти себе кучу-кучу оправданий, чтобы не начать сегодня. Хорошо, тогда расскажите, вы знаете, в чём секрет, как справиться с этим самообманом? Да, вот лично давайте вот по своему опыту. Листок самоконтроля. Делим его на три части. В первой части мы пишем нашу цель, которую мы хотим выполнить. Второе – это самое главное прописать наш план достижения этой цели и сроки, потому что если нет сроков, то это, опять же, цель просто бесконечная. А третьей части необходимо каждый день, если мы откладываем, фиксировать, что нам мешает достигать эту цель. Вот именно записывать наше оправдание. И когда перед нами лежит этот листок, мы прекрасно всё видим, а то, что написано пером, не вырубишь топором, то уже мы можем взять этот листок и посмеяться сами над собой, что вот, вот как я себя обманываю на самом деле. То есть такая самоирония, да, она позволяет немного порефлексировать. Конечно. Ну, ещё можно, знаете, заключать, наверное, пари со своими близкими людьми, что если я вот не начну, например, если я не похудею, или если я сейчас, например, тебе не расскажу о себе на английском языке через месяц, то всё, я там тебе, например, самая лучшая мотивация, я думаю, что это деньги. Ну, вы знаете, я сталкивалась с такими клиентскими случаями, что люди, споря со своими родными и близкими, они уже психологически готовы расстаться с той суммой денег, понимаете, да? Да, согласен, тогда это может быть не сумма денег, а какой-то поступок, ведь поступок, опять же, ну, надо какой-то такой поступок придумать, чтобы, может быть, ты никогда не выступал на сцене, не пел в караоке, а если ты не выполнишь это обязательство, будешь петь перед людьми в караоке, выступать, и это бывает намного страшнее, чем расстаться с деньгами. Да, действительно, смотрите, столько обещаний, каждое начало года мы даём себе обещания, что вот в этом-то году я сделаю то-то, то-то и то-то, да, ну, а под конец года кто-то подводит итоги и вешает себе медальку очередную на грудь, кто-то говорит, о, боже, опять ничего не срослось, опять ничего не получилось, так стоит ли опять идти по тому же самому кругу, конец года подводить итоги, планировать, или же это всего лишь игра, которую придумали, ну, это же, например, там, коучи, психологи, ещё кто-то. Да, это очень коварная игра, вот начнётся Новый год, я сейчас хожу в магазин, куплю себе, например, сейчас у нас Новый год будут крысы. Красивый ежедневник. Или крыску, куплю себе сувенирчик в магазине, например, вот куплю в ближайшем магазине, принесу домой, сожгу бумажку, там, в пенный напиток наш новогодний кину, выпью, и всё, и желание сбудется. Ну, на самом деле, тоже самообман. Я думаю, что нужно вот именно 2020 год, это такая знаковая дата, круглая дата, по-моему, високосный год, да, у нас, тем более. Я не в курсе. Да, ну вот, в общем, я думаю, что вот из этого круга нужно выходить, и вот именно этот Новый год, прослушав этот радиоэфир, начать уже без самообмана. Хорошо, давайте ещё перейдём к одному из видов, это оправдание поступков других людей. Часто бывает такое в нашей жизни, правда? Абсолютно верно. Я думаю, что склонны к такому самообману люди с низкой самооценкой, потому что у таких людей очень сильно развит страх одиночества. Он у них очень пульсирует всю жизнь, и поэтому они могут оправдывать неуважительное отношение окружающих людей к себе. И такие люди могут находить тысячу оправданий, поступков других людей, вместо того, чтобы признать правду, что с ними поступают, ну, как с ними поступают, ни в какие рамки не лезет. Например, жена говорит, бьёт, значит, любит, и оправдывает своего мужа. Ну, это же самообман, самый настоящий. Человек, который любит, никогда не будет бить. Плюс ко всему, иногда мы, например, людей, которые окружают нас на работе, да? Да. Например, люди, которые тебе отдают огромное количество задач, да, и ты думаешь, что, ну, да, конечно, я должна это сделать, или я должен. Или самообман. Я значимый. Смотрите, какой я значимый. Но совершенно эти люди опускают тот момент, что на самом деле ими пользуются, и никакой значимости они не составляют, потому что пока человек позволяет ездить на себе, на нём... Будут ездить. Будут ездить. Это, к сожалению, правда. И очень, наверное, ну, бывают такие вот в коллективе люди, которые говорят, ну, вот я уже замучился, но несут эту ношу на себе и 10 лет, и 20 лет. Но, к сожалению, вот не хватает у них, может быть, правды посмотреть. Константин, как выйти из этого самообмана? Из этого самообмана выйти очень просто. Во-первых, нужно оценить свои способности и возможности, посмотреть, подчеркнуть свои умения, и я думаю, что всё-таки следует даже работать над своей самооценкой. Это, возможно, и посещение тренингов, и психологов. Я думаю, что это такой единственный способ. И даже, возможно, опубликовать где-то резюме со своими данными, умениями, потому что другая фирма, может быть, посмотрит его и предложит более большую зарплату и более удобный график работы. Ну, ещё никто не отменял, например, чтение литературы, да, которая тебе поможет разобраться в своих собственных, например, каких-то там проблемах, да, или решить какие-то задачи. И я думаю, что, знаете, люди, которые тебя будут тянуть вверх. Всё-таки окружение нам очень вредит на самооценку. Поэтому нужно стараться всегда, даже если человек чувствует себя одиноким, у него нет большого количества знакомых, то хотя бы посещение публичных мероприятий. Здесь сейчас очень много мероприятий проводится, да, на бесплатной основе. Это уже будет формировать то окружение, которое будет в твоей жизни появляться, потому что это новые люди. Которые позволяют тебе расти, да? Конечно. Расти даже с точки зрения твоей самооценки и тебя как личности. А, соответственно, чем выше самооценка, форм у людей с повышенной самооценкой тоже есть самообман. Но всё-таки он больше такой, знаете, настроен как раз на повышение этой самооценки и улучшение вот этой самоуверенности. Ещё у нас есть такая категория людей, да, которые вроде как всегда при позитивном мышлении, которые утверждают, когда их не увидишь, у них всё окей, всё хорошо, всё замечательно, великолепно. И кажется, что, боже, это люди праздник. Да, кажется, что позитивное мышление – это плохо, а, к сожалению, позитивное мышление, если оно не подкрепляется нашими реальными действиями, мы только вот думаем о том, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет в кино, и вот в этом ожидании ждём, сидим в розовых очках. Есть, мы можем так просидеть всю жизнь. И я думаю, что если слепо во всём видеть только хорошее, то это приводит к нарушению адаптации, неадекватной оценке ситуации, принятию ошибочных решений. Нет ничего плохого в позитивном мышлении, просто хочется, чтобы оно не становилось формой самообмана. Ну, ещё тут, смотрите, давайте мы тоже отметим, что позитивное мышление, оно всегда действительно не оторвано от действительности. Это показатель такой зрелой личности, да, но ведь бывает позитивное такое всё, я в красочных радужных тонах, например, инфантилы, да, то есть как бы люди, которые придумали себе вот этот самый мир, да, и всячески в нём пребывают. И ни в коем случае не хотят выйти. Как вот отделить вот позитивное мышление зрелого человека и позитивное мышление от инфантила? Я думаю, что, конечно, это очень тяжело, потому что это тоже, опять же, у людей такая срабатывает форма защиты. Им комфортно жить в иллюзорном мире, где там порхают, может быть, бабочки, да, растут вокруг цветы. И вы знаете, как это отделить? Я думаю, что если человек уже осознаёт, что всё-таки ему становится как-то некомфортно, то есть всё-таки реальный мир входит в его границу иллюзорного мира, и я думаю, что отделить в данном случае можно только таким способом начать потихонечку заглядывать в реальный мир. Потихонечку, не сразу же, потому что если сразу же человек вот так вот снимет розовые очки, это может и как бы немножко его психику повредить. Но вот мне кажется, что таким основным критерием может являться это как раз качество жизни. То есть, например, люди, у которых позитивное мышление, но при этом они инфантильные и ничего не делают, а просто живут в каком-то вот этом ощущении, да, качество жизни совсем не соответствует тем мыслям, словам, которые они транслируют. Да, и я думаю, что, знаете, здесь ещё тренируют очень отлично вот как раз состояние выхода в реальную жизнь, это самостоятельность, потому что бывает, что такие люди могут жить с родителями очень долгое время, засиживаться в родительском гнезде, и как раз если родители, ну, так вот позволят себе немножко потренировать самостоятельность ребёнка, это тоже уже иллюзорный мир немножко, ну... Даёт трещину. Да, даёт трещину, поэтому я думаю, что когда, если мы уже живём даже без родителей, то как раз нужно самих себя выводить в реальную жизнь, в реальный мир, потому что, да, можно засидеться, и бац, а жизнь-то и прошла. Хорошо. Вот смотрите, очень часто, например, да, психотерапевт, видя человека с лишним весом, говорит, что кто-то начинает говорить, что, ну, кость широкая, кто-то начинает говорить о том, что, ну, вот всё перепробовал, но ничего не помогает, да, и мы с вами понимаем, что психотерапия часто начинается, когда приходит человек с запросом на лишний вес, прежде всего, опять-таки, с самообманом, с работой самообмана. Да, хорошо, что если он обращается к специалисту, ведь у нас очень многие, очень многие сейчас страдают перееданием, потому что всевозможное количество кулинарии у нас открывается, да, магазинов, то есть всё лежит на полке. И так легко можно заесть любой стресс, любую неприятную историю. Конечно, конечно. Купить булочку намного легче. Испытать чувство удовлетворения быстро. Чем достичь какую-то цель. Ну, вот, например, получение удовольствия не от достижения цели человек получает, а от поощрения себя едой. И такому самообману очень сложно противостоять. Бывает, мы едим совершенно не из-за чувства голода, а для того, чтобы почувствовать ту наполненность, которой нам не хватает. А вот смотри, ещё бывают люди, да, которые годами сидят, они честно трудятся, они честно годами сидят на диете. Причём бывают такие жёсткие очень диеты, они скажут так, а в чём тут наш-то самообман? Конечно, на самом деле, этими диетами как раз они оправдывают свой лишний вес. Смотрите, я сижу на диете, внимательно все смотрите, вот-вот, и сижу три дня, сижу пять дней. Но вот потом человек берёт, вроде бы уже пять дней посидел, и покупает себе тортик. И съедает его полностью, и говорит, ну что же, я жить посидел на диете. То есть они такую, понимаете, создают как иллюзию тоже. Они обманывают и себя, обманывают и окружающих. Смотрите, я сижу на диете, они получают похвалу, самое главное, что, о, молодец, ты взялся за себя. Похвала получена, всё, можно дальше не худеть. Ну и, например, люди, которые занимаются спортом, ходят в спортзал, да? Очень часто бывает, что, смотрите, я сходил на тренировку, я молодец, я могу съесть всё, что я захочу. За тренировку я потратил 300 калорий, а после тренировки я поел на 4000 калорий. Соответственно, никакого-то эффекта человек не получит, потому что здесь идёт, опять же, переедание. И в этом и опасность. И ещё опасность такая, смотрите. Человек говорит, ну вот, ладно, незаметно, ну, пополнил на 2 килограмма. Незаметно. Да. Ну, ничего страшного. Вроде бы размер одежды... Особенно если к зиме особенно, да? Да, размер одежды остался тот же, ну, ладно, даже если 1 килограмм. Ну, отлично. Ну, смотрите, вот мне сейчас, например, 30 лет. Так. Если я так буду... Каждый год. Каждый год на 1-2 килограмма. Давайте посчитаем, через 20 лет 20 умножить на 2, это плюс 40 килограмм. То есть, 50 лет я буду плюс 40 килограмм. Вот такой вот самообман. Вроде бы вот незаметно, незаметно, незаметно. А, как говорится, ни одна капля не считает себя виноватой как раз в потопе. Вот точно так же вот лишний вес, он потихонечку 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм. Вот человек набирает, 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 набирает и всё. А потом не успеет оглянуться. А я всю жизнь себя обманывал, оказывается. Нужно было взять себя всё-таки в руки и остановиться вот на какой-то отметке веса. Костя, а каким образом люди, которые страдают лишним весом, могут прекратить вот в одночасье себя обманывать? То есть, какие есть методы? Вот вы с этим работаете уже, да, не один год? Да, конечно. Здесь, конечно же, методы людей, которые... Подмена целей. У людей идёт подмена целей. Ну, это как? Расскажите нам. Объясняю. Например, у человека есть запланирована какая-то цель. Например, переезд в другой город. В другую страну? Другую. Даже в другую страну. В город, хорошо. В город, да. Он её не осуществляет. От этого страдает одновременно. И начинает это заедать. Ну, как мы знаем, тоже ещё заедают. Что? Недостаток любви. Например, человек в себе немножко не самоуверен. Ну, или просто не складывается личная жизнь. Да, не складывается личная жизнь. Он вроде бы стесняется познакомиться, ест, становится толще, ещё больше стесняется познакомиться, и вот так вот получается замкнутый круг. То есть, получается, человек боится, например, живых отношений, да? Да, конечно. И он тем самым себя от этих отношений всё дальше и дальше уводит. И как мы с такими людьми работаем, когда у человека лишний вес, мы как раз у него выясняем ту настоящую цель, которой он хочет прийти. Но которого очень сильно боится. Которого он очень сильно боится. Это, например, какой-то нереализованный творческий потенциал. Или человек работает даже на нелюбимой работе. И вот как раз, когда человек обращается к специалисту, к психологу, он позволяет эту цель обнаружить, её зафиксировать и прописать, конечно, шаги к достижению. Потому что когда человек, например, строит свою личную жизнь, влюбляется, он меньше начинает есть. Это доказанный научный факт. Серьёзно? Конечно, сто процентов. А мне почему-то казалось, что аппетит, наоборот, улучшается. Ну, это как раз, может быть, уже когда человек в отношениях находится, там, может быть, когда от недосказанности, опять же, у человека аппетит нарастает. А на самом деле, когда влюбляться, доказано очень много исследований, у человека притупляться немножко аппетит. Потому что всё-таки хочется уже держать себя в форме лучше. И недаром, знаете, некоторые начинают при свиданиями отжиматься, усиленно заниматься спортом, для того, чтобы понравиться, например, девушке. Ну, да, или самому себе, да, что тоже немаловажно. Конечно, самое главное – нравится самому себе. Да, потому что мы же с вами понимаем, да, прекрасно, это тоже такая форма самообмана. Вот я сейчас для него похудею, или я сейчас для неё буду самым сильным и красивым. Но всё первоначально мы делаем только для себя самих. Конечно. Ну и, конечно, вот если говорить насчёт людей, которые страдают лишним весом, по перееданию, это всё равно коррекция питания, она должна быть. Потому что, конечно, одними целями здесь, как говорится, сыт не будет. То есть получается, что как бы мы ни разбирались с этими самыми целями, тем не менее, да, питание должно быть правильным. Я хочу сказать, что большое количество людей даже не понимают, что такое калории, и не понимают, что такое углеводы, белки, жиры. Поэтому изначально с человеком проводится вот эта беседа и разъясняется, например, почему намного полезнее съесть, предположим, гарнир с курицей, чем булочку. То есть очень многие как раз неправильно питаются это перекусой и тому подобное. Хорошо. Ну что, Константин, предлагаю перейти ещё к одному блоку самообмана, да. Давайте поразмышляем про врождённые, приобретённые чувства. Давайте. Насчёт самообмана, я думаю, что это, конечно же, чувство приобретённое, потому что это способ адаптации человека к внешнему миру. Например, очень часто самообман включается у детей. Ну, ребёнок себя представляет суперменом, полицейским, наделяет себя... Принцессой. Принцессой, да, если так говорить, а девочка, конечно, принцессой, волшебницей. И дело всё в том, что это вроде бы отличная ролевая игра, но это тоже форма самообмана уже вот у ребёнка проявляется, потому что, к сожалению, ребёнок может испытать огромное разочарование от того, что то, что он верит, не воспринимается окружающим его миром всерьёз. То есть взрослые, например, его игру не воспринимают. Ну какой ты супермен, о чём ты говоришь? Нет, ну взрослые-то могут подыграть. А вот как раз, мне кажется, знаете, в какой момент бывает разочарование, когда ребёнок думает, что он может всё, прыгает с горки и приземляет, сломает что-либо. И понимает, что в мультике, например, это было, и там все остались живы-здоровы, а здесь, вот, посмотри-ка, это не сложилось. Но это как раз про то, что мы должны учить ребёнка отличать вымысел, фантазии. И реальность. Но это всё равно закладывается у нас в детстве. Да, конечно, абсолютно верно. Нужно всё равно, я думаю, что здесь функцию выполняют как раз это у родителей, потому что, но с одной стороны, некоторые говорят, самое лучшее воспитание, когда ребёнок всё сам попробует, сам потрогает, да, горячий чайник, сколько ни говори, что чайник горячий. Или лизнёт ключ на морозе. Да, или качель, абсолютно верно. И потом с этим столкнётся. И как раз здесь вот уже просто хочу сказать, что вот он как бы как в детстве вообще зарождается самообман, потому что в дальнейшем, вот, допустим, вы привели пример надежды про ребёнка, да, который там прыгает, поверив, ну, с качелей, поверив в свои волшебные функции. Он точно так же и человек, например, к своему здоровью относится. Взрослый. Да, взрослый уже, то есть, ну, ничего страшного, ничего страшного. Всё, на симптомы, например, не обращают внимания. Или утверждают, что, например, от деда ему досталось там богатырское здоровье, да? Да, сибирское здоровье. И, например, ну... И не делать никаких профилактических мер, да? Да, или оправдывать свои вредные привычки, опять же. И как раз, к сожалению, люди так же отрицают и различные заболевания, да? И, например, не идут лечиться к врачу, не обращаются к специалисту, говорят, что я абсолютно не буду. А надеются, например, на каких-то волшебников, да? И волшебниц, которые вот там сейчас руками поводят, водичку дадут попить, и всё пройдёт, да? То есть это опять-таки про такую незрелую психику, я бы так даже сказала, да? Конечно, конечно. Потому что если, допустим, сравнить людей, которые обращаются к гадалкам, к экстрасенсам, или, например, не идут к психологу. Почему? Потому что гадалка сделает всё за тебя. И таких усилий не нужно делать. А вот как раз психолог, он, к сожалению, заставит работать человека над самим собой. Поэтому здесь, да, очень важно. Поэтому вообще вот любая форма отрицания, она очень опасна как болезни, так и зависимости. Хорошо. Кстати, про зависимости. Смотрите, наше поколение сейчас реально интернет-зависимое, да? И там тоже есть определённые способы самообмана. Например, мы с вами все знаем вот эту иллюзорность отношений, да? Когда тебе кажется, что у тебя, ну, прямо-таки миллион друзей, и все так интересуются твоей жизнью. А при этом реальная жизнь. Где она? Конечно. Современные вообще технологии позволяют создать любой образ, который мы захотим. И часто для того, чтобы не сталкиваться с реальным миром, человек полностью уходит в интернет-пространство, создаёт себе определённый аватар, амплуа. Это тоже самообман. Человек смотрит на картинку идеального себя и думает, что он так же выглядит на самом деле. Хотя этот образ совершенно не сходится с его реальным обликом. И вот как раз, если говорить про количество друзей, конечно, можно добавить кучу-кучу-кучу друзей, вроде бы говорить, что да, и смотрите, я не думаю. Я такой коммуникабельный, я такой популярный. Но в реальной жизни не уметь, например... Завести разговор. Завести разговор, конечно. Или, например, начать отношения. Да, сейчас люди активно знакомятся и строят свою жизнь в социальных сетях. И как раз зачастую та картинка, которая у них установлена в профиле, совершенно не сходится. Ну, можно скрыть все свои недостатки. И вот как раз... И такие люди, они тоже занимаются самообманом. Вот у них тоже, опять же, иллюзия такой, да, идеальной жизни. Они сидят дома, у них всё хорошо. Но вот во внешний, если мир выйти, там уже картина совершенно иная. Давайте поговорим немного о любви. Ведь тоже, когда мы ищем партнёра, когда мы ищем вот эту большую, светлую, непревзойдённую ничем и никем любовь, мы тоже очень часто себя обманываем. Да, конечно. И всё откуда, если так, откуда ноги растут? А ноги растут из наших сказок, которые нам вот как раз рассказывали в детстве. Потому что в сказках всегда всё заканчивается хорошо. Это вот светлая, красивая любовь, которую, да, нам показывают в мультфильмах, в фильмах. Она как раз формирует тот образ идеальной любви. И вот, знаете, потом к чему это ведёт, что люди строят роман в одностороннем порядке. Это как? Роман существует только в воображении одного из его участников. Ага. Чаще, конечно, склонность к построению этих воздушных замков. Женщины. Вот, да, женщины. Или у людей вот романтичная натура, у которых очень много. Да, я хочу, чтобы было вот так, так и так. Да, так, так. А он-то, парень-то, и не знает об этом. Конечно. И, допустим, он или там она на меня вот как-то посмотрела. Или вот он мне, допустим, сегодня налил с утра кофе там на работе принёс. И девушка или молодой человек могут это всё считать как уже проявление большой и светлой любви. И вот самообман заключается в том, что очень часто такие люди наделяют свой объект любви теми качествами, которые ему не принадлежат. То есть вот этот образ, который в голове накладывается на человека, и вот человек говорит, а что? А что ты там придумал у себя в голове? Я-то этим не являюсь. Я всего лишь принёс тебе кофе. Конечно, конечно. И вот как раз особенно впечатлительные люди, они как раз зачитываются этими романами, смотрят фильмы о любви. Вот этот вот идеальный образ у них в голове всегда присутствует. И они вот это всё накладывают на реальную жизнь. Костя, то есть вы хотите сказать, что нужно поосторожнее со сказками в детстве, да? Да, я думаю, что всё-таки нужно как более реальное, потому что наши сказки их все хвалят. Но если разобрать как психологу любую сказку, то тоже... О, это увлекательное действие, скажи. Да, увлекательное действие. Оставим это, чтобы не разрушать всё-таки... Думаю, что когда-нибудь мы обязательно сделаем программу на эту тему, да? Чему учат нас сказки. Да, абсолютно верно. Да, и как мы эти потом сказки пытаемся реализовать в жизни. У нас осталось всего три минуты, и очень хотелось бы сказать про самообман и психологические защиты. Вообще, для чего мы всё это с вами делаем? Каким образом можно это осознать? И каким образом можно самому помочь себе перестать себя обманывать? Вообще, для того, чтобы не быть подверженным самообману, нужно ознакомиться с самыми распространёнными формами психологических защит, такие как рационализация, проекция, вытеснение, потому что именно эти защиты нашей психики позволяют нам искусно обмануть себя. Ну, например, давайте вот проекция, когда мы обвиняем в чём-то другого человека, чтобы не видеть этого у себя. Или рационализация, когда мы сами себе объясняем причины своих неудач, комфортные для себя в форме, чтобы не видеть всей правды. Отлично. У меня, кстати, была работа научная как раз по этим самым психологическим защитам, но, правда, там с темой, каким образом зависимость и психологическая защита работают в контексте. Да, вот наша психика, она уникально продумана, но есть всегда решение, это пойти на сеанс к психологу, который укажет на самообман человека и очень мягко поможет увидеть то, в чём вы себя обманываете, эти все психологические защиты обойти. Вот смотри, интересно, вот сейчас я знаю, что среди наших слушателей кто-то скажет, а мне вообще не нужна ничья помощь, я могу всё сделать самостоятельно. Это тоже такая форма самообмана? Потому что зрелому человеку запрашивать помощь у кого-либо это нормальное явление. Конечно, такие люди думают, что только я сделаю идеально и никто другой. Я могу доверять только себе, и таким людям очень сложно. Они зарывают себя в кучу нерешённых дел и от этого страдают. Ведь большинство окружающих им готовы помочь, но если они примут эту помощь, вот эти люди будут считать себя какими-то беспомощными и ненужными, опять же. Поэтому здесь, да, это тоже самообман, когда мы отрицаем, допустим, потребность чьей-то помощи. Костя, вот смотри, слушаю сегодня нашу программу и понимаю, что у нас столько есть возможностей жить в ультозорном мире, создать его себе. И если человек счастлив во всём этом, то почему бы не оставить его там? Да, конечно. Но всё-таки нужно всегда спросить этого человека. А так как ты живёшь сейчас, это твоя идеальная картина мира? Вот как вы сказали, Надежда, да, в самом начале эфира о том, что, может быть, человек думает, что он живёт в каком-то замке или представляет, что он живёт в огромном доме, а на самом деле, например, живёт там в маленькой комнате. То есть качество жизни, да? Да, качество жизни. Устраивает ли тебя твоё качество жизни? Если человек говорит, что нет, это показатель того, что пора выходить из этих самообманных схем и историй. Но такой человек вряд ли в этом признается, да, потому что здесь же, если этот вопрос поступает извне, прежде всего, этот вопрос должен поступать от нас же самих. То есть изнутри идти? Да, изнутри, конечно. Потому что если такой вопрос поступает извне, опять же, срабатывает защита. Нет, у меня всё хорошо, у меня всё идеально, что ты, что ты. Ну что, мы сегодня говорили о том, какие же самые популярные способы самообмана, почему мы врём себе, да, и что можно сделать, чтобы перестать заниматься вот этим самым самообманом. И помогал мне раскрыть тему сегодня психолог Иванов Константин. Костя, был очень интересный и увлекательный. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хочу поздравить всех слушателей с наступающим Новым Годом и желаю меньше самообмана в новом 2020 году. Это была программа «Практическая психология». Всем любви, счастья и добра. До свидания. Практическая психология